Что ты и сделал, Шуриль? Спросил хозяин. Проиграл по обыкновению. Надо б на признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь. Ничем меня с толку не собьешь, а все провериваюсь. И ты ни разу не соблазнился? Ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна. А каков Герман? Сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного параллель, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. Игра занимает меня сильно. Сказал Герман. Но я не в состоянии жертвовать необходимым. в надежде приобрести излишнее. Герман немец. Он расчетлив, вот и все. Заметил Томский. А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка. Графиня Анна Федотовна. Как? Что? Не могу постигнуть. Каким образом бабушка моя не понтирует. Да что ж тут удивительного, что 80-летняя старуха не понтирует. Так вы ничего про нее не знаете? Нет. Право, ничего. О, так послушайте. Надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтобы увидеть Левенюс Московите. Ришелье за ней волочился. И бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время, да, мы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкино-дворецкого. Он ее боялся как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они сдержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало. Но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений. Думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рознь, и что есть разница между принцем и каретником. Куда дедушка бунтовал? Нет! Да и только. Бабушка не знала, что делать. С ней был коротко знаком человек, очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира, и философского камня, и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном. А Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Он, впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезным. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она писала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. Я могу вам услышать этой суммой, сказал он. Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь. А я бы не желал водить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться. Но, любезный граф, отвечала бабушка, я говорю вам, что у нас денег вовсе нет. Деньги тут не нужны, возразил Сен-Жермен. Извольте меня выслушать. Тут он открыл ей тайну, за которую всякой из нас дорого бы дал. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версалии уже до ла Рейн. Герцог Орлеанский металл. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга. В оправдание сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другую, все три выиграли ей Суника. И бабушка отыграла совершенно. Случай. Сказка. Может, статься порошковые карты? Не думаем. Как, у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, и ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики? Да? Черт-то с два. У ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец, все четверо отчаянные игроки, и ни одному не открыла на свои тайны. Хоть это было бы не худо для них, и даже для меня. Но вот, что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он уверял меня честью. Покойный Чеплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится Зоричу, около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чеплицким. Она дала ему три карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чеплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чеплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл Соника. Загнул Парали, Парали Пе, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако пора спать уже без четверти шесть. В самом деле, уж рассветало.